всем привет вы помните у нас был урок про аутентикацию то есть мы входили в наш аккаунт делали логин давайте посмотрим еще раз вот мы вводили логин и пароль и нам выдавала пользователя мы создали специальный датакласс и принимали имя фамилию показывали картинку я вам говорил что еще нам выдает токен но мы его не используем то есть он нам не нужен на том уроке он нам не был нужен но сегодня мы его будем использовать я хочу показать для чего служит этот токен и как после регистрации мы можем получить доступ к данным которые только для авторизированного пользователя здесь на сервере потому что это тестовый сервер здесь в принципе мы можем получить все продукты и без всякого токена для того чтобы мы могли попрактиковаться но если мы хотим уже попрактиковаться в реальности как зарегистрированный пользователь как авторизируемый пользователь то все то же самое что мы делали мы используем продукт чтобы получить список с продуктами products идентификатор нам теперь перед вот этими вот ресурсами нужно указывать out тогда мы сможем посмотреть в реальности как все это работает тогда нам не даст уже доступ как обычному пользователю не авторизированному будет выдавать ошибку это указано вот здесь resources as out user то есть как теперь получать доступ к ресурсам который только для авторизированного пользователя чтобы имитировать данный функционал мы можем просто добавить out вот здесь представьте себе что у вас только вот такой путь получение продуктов и так далее только как авторизированный пользователь поэтому мы указываем все то же самое только записываем out вот так давайте посмотрим вот у нас есть к примеру на прошлом уроке мы делали поиск продуктов если мы хотим в реальности проверить как авторизированный пользователь то нам нужно указать out все теперь нам будет выдавать ошибку потому что мне нужно предоставить токен это как бы пропуск я хочу получить доступ к продуктам к поиску к результату но сервер меня просит предоставить пропуск а это есть токен вы его видели ранее так где у нас есть это у нас в login and get токен вот здесь в этом отделе вот он смотрите каждому пользователю выдается свой токен обычном временный вот и все сервер его знает и вы его знаете поэтому вы его предоставляете сервер знает все понятно это авторизированный пользователь значит ему предоставляем доступ как все это можно реализовать а вот здесь смотрите в ресурсах ресурсы с out user показано для того чтобы делать все те же запросы которые мы делали это где у нас есть вот эти запросы получить продукты по идентификатору мы уже указываем везде out мы хотим уже проверить как все это работает в реальности тогда нас будет просить токен и мы тогда должны войти в наш аккаунт чтобы вы получили этот токен и тогда сможем сделать это запрос и нас просит вот здесь показывает что мы теперь когда делаем этот запрос и указываем какие-то ресурсы в нашем случае ресурсы то есть видите продукт search products 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 id это есть ресурсы мы указываем out и теперь вот видите я указал out и теперь я должен вместе с запросом который делаю я должен передавать headers в данном случае мы должны самое главное передать authorization и вот сюда в authorization мы должны передать токен как все это делается как вживить туда в хидр этот токен который мы получаем при входе в наш аккаунт и как все это после передать и получить данные но в принципе получить все тоже самое нам просто выдаст также как мы это раньше получали но теперь вместе запросам я должен предать headers сегодня на уроке вы все это увидите если вам нравится контент который делаю вы хотите поддержать канал всевозможные способы найдете в описании к этому видео а также код этого урока и остальных уроках вы тоже найдете в описании к этому видео там находится ссылка на мою веб-страницу, где я публикую все мои уроки. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И давайте сразу перейдем к делу. Итак, как же передать вот эти вот headers? Смотрите, это статический контент. Content Tape Application JSON. Он не меняется, просто его нужно передать. Поэтому это мы можем сделать с помощью специальной аннотации headers. Мы ее ставим вот здесь, к примеру. Давайте сделаем то, что мы делали на прошлом уроке. У нас уже search подготовленный, значит, будем использовать данный запрос. Мы указываем headers хотим добавить. У нас есть header и есть headers. Мы здесь можем указать разные header в кавычках мы указываем название. Давайте посмотрим. Нам нужно указать Content Tape, двоеточие и название Application.Json. Поэтому я здесь передаю Content Tape, двоеточие, дальше Application.Json через слэш. И это у нас статический данные, статический header. Все. Здесь через запятую мы можем указать и другие. Поэтому это и есть headers. Опять же, в таком формате, в зависимости, что вам в header нужно передать. Но в случае с токеном, токен сначала нужно получить. Давайте это так и оставим. Токен сначала нужно получить. Поэтому мы его уже после добавим из этой функции. Для того, чтобы динамически добавить сюда что-либо, новый header. Вот у меня есть уже один header, допустим, там 2, 3, 4 я добавил. Но сейчас только один. Динамическим путем я могу добавить таким способом. Здесь указываю уже header в самой функции. И я указываю название header, вот здесь вот в кавычках. Название header легко определить. Это, видите, Authorization. То есть я должен передать Authorization. И туда, в этот header, я должен передать токен. Вот и все. Поэтому я просто указываю здесь Authorization. Давайте скопируем, чтобы не ошибиться в написании. Иначе выдаст ошибку. Двоеточие писать не нужно. Оно само добавится. Все. Вставляем сюда. Authorization. И готово. Теперь я просто указываю переменную. Это будет мой токен. Это будет string, который я должен буду сюда передать. Поэтому, чтобы теперь сделать запрос, и чтобы получилось вот так, чтобы в header передалось Authorization, и мой токен реальный, и после Content Tape Application JSON, я просто добавил статический header сразу, в котором сразу прописано, что должно быть. И динамическим путем добавляю вот так. Я указываю Authorization, и в Authorization, в header добавить токен, который я передам. Поэтому вот здесь появится Authorization, двоеточие, и мой токен, который я передаю сюда в header. Вот этот токен, который я передам. Вот, в принципе, все. И дальше запрос работает таким же образом. То есть, нам выдаст список с продуктами, которые мы ищем. Только теперь, как я уже сказал, нужно предоставлять пропуск, а это и есть наш токен, для сервера. Я говорю, я хочу получить список с продуктами по имени. Использую кеви. Вот тебе мой токен. Он добавляется в header, и все. И сервер знает, если токен верный, мне выдает результат, как и раньше. Если неверный, выдает ошибку. Давайте сначала, я думаю, вы уже поняли, как все это работает. Сделаем таким образом. Скопируем эту функцию. Это у нас будет by name, к примеру, out. Это с авторизацией. И сделаем такую же функцию, как была, без header и без авторизации. И вы посмотрите, что происходит, если я не передам этот токен, когда я уже хочу получить реальные данные для авторизированного пользователя. Вот на таком пути. Out, products, search. Все. У меня уже есть эта функция. У нас все настроено. С прошлого урока, когда я жму на кнопку submit, а именно поиск на клавиатуре, когда я ввел какое-то название, мне должно выдать список. Но сейчас это не сделает, потому что я хочу получить данные для авторизированного пользователя. Все. Пока что все нормально, потому что я не сделал еще запрос. Когда я напишу, к примеру, phone, как было ранее, либо там Samsung, жму на кнопку и ждем, что происходит. Бум! Выдает ошибку. Если мы посмотрим вот здесь в Interceptor, в наших логах, то мы видим, что мы получили message, это authentication problem. Потому что у нас уже нет разрешения, чтобы получить данные оттуда, где данные находятся для авторизированных пользователей. Но обычно они будут всегда для авторизированных только пользователей. Как я уже сказал, здесь, если кто-то запутался, почему раньше мы могли получать без авторизации, а теперь вдруг нужна авторизация. Раньше мы их могли получать без авторизации, потому что это упрощенный вариант, где нам просто дают возможность потестить, не используя регистрацию. Но в реальности будет с регистрацией. Поэтому здесь есть такой же вариант для того, чтобы мы могли все это протестить, но уже как авторизированный пользователь. Что теперь нам нужно, чтобы получить, чтобы такой ошибки не выходило? Нам теперь нужно получить этот токен. А для этого нам нужно войти в наш аккаунт. То, что мы делали на одном из уроков, где мы создали экран, вводили логин и пароль. Сейчас я это делать не буду для того, чтобы время не тратить. Мы просто-напросто, прямо здесь в MainActivity создадим отдельную функцию в крутинах, чтобы получить этого юсера. Я просто напрямую сразу впишу функции авторизацию, пишу логин и паспорт, мне выдаст этого юсера, я у него возьму токен и передам уже сюда, в эту функцию для поиска. И все, и тогда у меня все будет работать. Давайте это все отделим, чтобы вам было понятно, чтобы вот эту часть, вот эта часть нас не пугала. Все, у нас есть поиск вот здесь при нажатии на кнопку, но перед этим мне нужно получить пользователя. Я укажу val, это у нас будет user, и это будет наш user. Изначально он будет равен null. Нужно его импортировать, alt-enter, готово. И теперь берем опять же куртину, создаем и делаем авторизацию. Здесь уже нам все это делать не нужно, а просто-напросто что мы делаем? Мы берем нашего юсера, с помощью, так, равно с помощью функции опять же, берем наш main API, точка и у нас есть out. В out, так, кстати, я здесь указал val, а нужно указать var, что у нас variable, что мы можем туда изменять. Все, и здесь указываем наш класс outRequest. Про это я уже рассказывал, мы его сами создали. Сюда нужно передать юсернейм и паспорт. Юсернейм у нас будет, нужно передать уже зарегистрированных пользователей. И здесь уже есть примеры. Идем сюда. Уже есть разные зарегистрированные пользователи. Я возьму зарегистрированного пользователя с примера. Вот его логин. Вы не можете сами любого вписать. Сервер должен знать, что это за пользователь. Он добавляется при регистрации. И теперь паспорт. Беру еще и паспорт. Все, делаю запрос, как мы уже делали, но хардкодом. Так, нужно это в кавычках. То есть без всяких этих текстов и так далее. Все. Как только сделаю этот запрос, мне выдаст юсера. И теперь я смогу сюда это передать. Мы пока что получаем продукты by name, но теперь я хочу получить для авторизированных пользователей get products by name out. Видите? И теперь меня просят передать не только текст поиска, но еще и токен. А токен я беру уже из user. Поэтому укажу здесь user. Берем user, точка, и у нас там есть токен. Видите? Все. Я указываю вот таким вот образом, что не будет равенал, а если будет равенал, то передаем пустоту. Вот так передам. Все. Используем операт Рейлвиса в случае, если у нас будет нал. Но у нас не будет нал. У нас пройдет некоторое время, пока мы получим пользователя. Если я до того, как получил пользователя, если я еще не получил пользователя, сразу жму на кнопку поиск, мне выдаст ошибку. В реальном приложении, конечно, все это нужно просчитывать и продумать. Это делается не так. Я вам просто показываю, как все это работает. Потому что мы это делаем хардкодом. У нас будет еще практика, я думаю, на следующем уроке, наверное, где мы сделаем уже отдельный экран для регистрации, получаем пользователя и тогда жмем на кнопку перейти на следующий экран, где у нас уже будет список с продуктами. И тогда, если мы перешли на следующий экран, то у нас уже точно есть пользователь. Поэтому не нужно будет ждать, когда мы получим пользователя, чтобы у нас ошибка не вышла. Мы на экране, где будем вводить логин и пароль, будем делать проверку. Если мы получили пользователя, user, и он не нал, а у него есть токен, то даем разрешение перейти на следующий экран. Если нет, не даем. Будем выводить сообщение об ошибке. Вот и все. Будем выводить сообщение, что неверный логин либо пароль, что-нибудь в этом роде. Ну а сейчас, как я уже сказал, я вам просто хочу показать, как работает передача этого токена. Видите, я получаю user, подожду немного, чтобы я точно его получил. И после этого я смогу сделать все, как раньше, сделать поиск. Но я уже беру, как авторизированный пользователь, данные. Передаю туда токен. А если токен не пришел, потому что я мало подождал и еще не получил юсера, то туда передаст в качестве токена пустоту, и тогда сервер выдаст ошибку, потому что нет такого токена. Так, ну в принципе все. Так, давайте еще раз сюда вглянем. Видите, сейчас мы используем вот эту функцию, где мы передаем уже header, статический, это content tape, application JSON, и динамический header, который у нас меняется, я его передаю как переменный токен. И указываю аннотацию, что это у меня header authorization. Запускаем. Вы видели, у меня выходила ошибка, мне не давало взять вот с этого пути out product search, потому что я не указывал токен. А вот теперь я его указываю. Все, я подождал, но уже точно мы получили юсера. Кстати, давайте сделаем еще одну вещь, прежде чем что-то делать. Давайте узнаем о том, получили ли мы юсера или нет, изменяя вот здесь вот название. У нас сейчас написано retrofit lesson. Давайте здесь напишем гость, а как только мы получили юсера, это просто так, чтобы побаловаться, как только мы получим юсера, то мы сразу изменим слово гость, вот здесь в тулбаре, на имя пользователя, под которым мы вошли. Вот и все. Тогда мы точно знаем, когда появилось имя пользователя, значит, можно делать поиск. Все, для этого делаем run on UI thread, потому что, чтобы изменить элемент экрана, нужно это делать на основном потоке, а корутина это не основной поток. И здесь просто-напросто берем support action bar, у него есть title, точка, title, равно, и возьмем из нашего юсера. Пишем user, он может быть на, поэтому укажем знак вопроса, first name, к примеру. Вот и все. Как только мы получим, у нас напишет first name. И можем сделать изначально, чтобы по умолчанию, давайте прям где-нибудь вот здесь вверху, что ли, сделаем вот здесь. Укажем, что изначально title у нас это гость. То есть, мы вошли как гость, а когда мы уже зарегистрировались, напишем уже имя пользователя, который вошел в данный аккаунт. Вот и все. А после уже можно будет делать поиск без всяких проблем. Запускаем. Вот теперь уже можно будет сделать проверку и мы уже знаем. Смотрите, гость, Jane. Все. Все отлично работает. Теперь я могу делать поиск. Итак, давайте опять же напишем font, к примеру. Font, бум. И мы получаем список. Ошибку уже не выдает, потому что мы уже все правильно делаем. А теперь давайте посмотрим, как все это сформировалось. Идем в наш интерцептор в логах и смотрим. Мы отправили вот такой запрос. Out, products search. Как и должно быть. Но теперь уже здесь добавлено out. Мы заходим как авторизированный пользователь. И вот здесь мы создаем в хидре authorization. Видите, добавляется двоеточие и наш токен мы передали. И дальше content tape application json. Вот и все. Мы сделали вот такой запрос. Это и есть наш хидр. Мы все правильно передали в хидр и теперь мы можем заходить как авторизированный пользователь. В принципе все. Ну и здесь я просто вам показал пример. Мы сразу прям напрямую передали логин и пароль. Получили юсера. Обновили здесь все. Конечно нужно все делать намного чище. Нужно все разделять по блокам. Это нужно делать не в main activity а создавать допустим view model class и так далее. Но в данном случае нам нужно понять как работает библиотека retrofit и как делать правильно вот эти вот запросы. И сейчас вы это видите. Вот таким образом мы передаем хидры. Таким образом статические которые не меняются. Допустим content tape это application json. А authorization наш токен может меняться потому что вы входите под аккаунтом и только тогда передаете в эту функцию токен. И он только после уже добавляется в хидр. Все. Ну а после уже делается сам запрос. Как вы видите все в принципе просто. А вот это нам уже не нужно потому что с этого пути out мы не сможем взять без хидра authorization где мы передадим наш токен. Надеюсь что я вас не запутал просто хотел более подробно все объяснить. У нас будет практика где мы все сделаем намного чище где мы используем уже экран для регистрации экран для получения продуктов то есть все по раздельному не будем хардкодить. А на этом у меня все надеюсь что урок вам понравился не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал если еще не подписались комментируйте что-нибудь для продвижения канала если хотите поддержать канал всевозможные способы найдете в описании к этому видео код урока тоже найдете в описании к этому видео там есть ссылка где находятся все мои уроки а на этом я с вами прощаюсь увидимся уже на следующем уроке всем пока